Культ, 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 поход. Все верно, на часах 12.05 и в эфире Культ Поход, как всегда, традиционно в пятницу в это время. Ведут сегодня программу Илья Креницын. И Светлана Дождевых. Да, главная тема сегодняшнего дня это, конечно, погода. Да. Когда... Все ли добрались до рабочего места? Все ли добрались, да, когда показывает минус 12, но пишет по ощущениям минус 25, да. Вот именно при такой температуре, наверное, больше всего хочется остаться дома, налить себе чашку горячего чая, закутаться в теплое одеяло. С святой воды, потому что сегодня еще крещение, и как раз ночью было таинство крещения, и тоже, да, сразу представлюсь, прохаренный человек. Руководитель пресс-службы Кировского филиала Т-Плюс сегодня ездили вечером с коллегами, с друзьями, в Великорецкое окунались, там было очень холодно на улице, но очень хорошо, комфортно в купеле. Да, вот тем более, да, если кто-то сегодня окунался еще в купеле, хочется, да, сейчас согреться, где-то остаться дома, и как раз вот в этой ситуации хорошо бы включить что-нибудь такое приятное, теплое, доброе. И сегодня мы как раз будем говорить о проекте, который представляет Кировский филиал компании Т-Плюс, это культурно-просветительский проект «Теплые сказки», а представит нам этот проект пресс-секретарь Кировского филиала компании Т-Плюс, Олег Прохоренко, который уже не удержался, да, ворвался просто в эфир. Здравствуйте, Олег. Хотел поделиться впечатлениями, всех зарядить прям этим теплом от холодной морозной январской купели. Да, «Теплые сказки» — это, правда, ну, как бы уникальная вещь. Сразу скажу, что я не причастен к созданию этой книжки, потому что там работали профессиональные люди, этнографы, которые собирали этот материал. Большая часть этих сказок никогда ранее не публиковалась, и здесь представлено 17 сказок на 16 языках. У нас ровно 16 филиалов по стране, это там от Владимира до Екатеринбурга и от Коми до Оренбурга на юге. Это европейская часть и Урал, и именно сказки народов, коренных народов этих регионов здесь представлены. Но я, честно говоря, вот раньше не видел такого, чтобы, и почему для меня эта книжка так ценна, чтобы сказки были представлены не только на русском языке, но каждая сказка еще отдельно на языке коренного народа. То есть вот у нас в Кировской области есть четыре таких больших анклава, даже не анклава, а народа, которые населяют Кировскую область. Помимо русских, это морейцы, татары, удмурты и комизыряне. Есть и другие, но уже меньше. Многие из них, причем являются коренными жителями, да, русские-то как раз на эти территории пришли. Да, и как раз все эти сказки, все эти языки здесь представлены, и можно почитать прямо на языке оригинала. Мало того, что почитать, можно послушать аудио. То есть если книжку в библиотеке можно взять и почитать, то аудио можно совершенно там, не выходя из дома, набираете в Яндексе русские сказки, теплые сказки. И по первой же ссылке, либо на Яндекс.Музыку вас выведет, где эти сказки есть на русском и на языках оригинала, либо на сайт проекта, где тоже эти сказки все есть, и можно послушать прям язык удмуртов, татарский язык. Там чудесная сказка про то, почему шумят листья у осины. Вот, на бессермянском, на морейском, причем морейских же два языка. Правильно я поняла, что книгу можно увидеть, посмотреть, почитать только в библиотеке, но можно обратиться и... Это наш, скажем так, благотворительный социальный проект, и книга создавалась для того, чтобы передать ее в библиотеке, для того, чтобы доступ был у всех. Мы ее не продаем, сразу скажу, потому что она, ну, это не наша задача, да, наша задача нести просвещение и рассказывать о тех народностях, которые есть. Зато скажем, что сегодня эту книгу можно будет выиграть, да, не забывайте... Забегай немножко вперед. Да, не забывайте, что розыгрыш будет обязательно... Я оставлю эту уникальную книжку здесь, и будут вопросы, связанные с нашей темой. Подключайтесь, не забывайте, что можно книжку эту и другие книжки, которые есть на радио Киарград, тоже будет выиграть. Вы сами будете определять, что вам интересно. То есть сегодня, да, уникальная возможность после рекламной паузы, напомню, 211-101, номер телефона прямого эфира, вы сможете выиграть себе в личное пользование вот такое издание, которое на самом деле будет только в библиотеках, да, но и можно послушать еще в интернете. Мы тут, кстати, со Светой до эфира поговорили, оказалось, что у нас много вещей, которые нас с этой книжкой связывают. Я не знаю, Света будет раскрывать или нет. Пожалуйста, я всегда рассказываю, да, и всегда, в общем, с гордостью, что у меня тоже есть национальные корни, да, мой папа чистый мореец, вот, мама русская, поэтому я вот как бы имею отношение, да, к этой книге, потому что деревни, из которой папа мой родом, да, они говорили на национальном языке, моя бабушка до конца дней своих носила национальный костюм, вот, поэтому, конечно, мне приятно, что такие книги у нас появляются. Ну, я думаю, я должен тут немножко подключиться, потому что у меня мама чистая татарка, вот так вот, так что, а папа русский. Вот, а я в детстве, все детство провел, буквально с одного года и до четвертого класса в Удмуртском селе Светозарево, рядом было татарское село Корино, и умел говорить, даже сейчас могу там до десяти сосчитать на Удмуртском языке. Давайте попробуем. Ой, каквин не львить, квач, и жим тебя мысок мыс даст. В любви могу признаться по-удмуртски, но большую часть, конечно, утратил, хотя потом выбрал именно лингвистику как свою профессию. Ну, как красиво звучит, да, всегда интересно, да, слышать другие языки, поэтому я думаю, что издание, та же, вот, да, посмотрите, наш тесный круг сегодня из трех человек, и каждый нашел свою ниточку, да, который связал себя с этой книгой. А в книге представлены, вот вы упоминали, да, что есть рассказы, сказки, вернее, получается, там, на марийском, да, на татарском, вот. Они как бы даны в двух переводах, то есть на русском они есть. Да, да, то есть сначала идет сказка на русском языке, потом идет сказка на национальном языке. И татарская сказка, вот, про листья осины можно на татарском, я не возьмусь, потому что не знаю его. Почему такое название «Теплые сказки»? Ну, понятно, что тут игра смыслов. Да, да, ну, Т-плюс, наша вообще миссия, это нести тепло и свет в дома людей. И, ну, на самом деле, они не связаны непосредственно с теплом, они теплые скорее, потому что они, там, про культуру, про быт народности и про историю, и от самой книжки веет теплом. Но там не все темы посвящены огню, теплу, свету и так далее. То есть не выбирали. Да, больше душевное тепло. Пришлось ли сотрудничать с какими-то научными исследователями, сотрудниками, кандидатами наук для составления такой книги? Да, и здесь, причем, в конце книжки есть прям большой перечень людей, которые принимали участие. Это и те подвижники, которые сохраняют, пестуют языки в Удмуртии, в Мариел, в Чувашии, в Татарстане. И люди, которые занимаются профессионально, вот здесь, ну, прям, благодарности высказаны, и тут около трех десятков человек, научные сотрудники, которые занимаются и в регионах, и в Москве тем, что собирают, сохраняют и популяризируют эту культуру. Да, ну, мы уже слышим, да, что это очень важная, ну, помимо того, что это очень приятная книга, да, которую можно почитать детям, это еще и важно с точки зрения исследования культуры, культурного кода. Поэтому я думаю, что логично, если мы спросим мнение, да, об этой книге у министра культуры Кировской области Даниила Львовича Дворцова. Я знаю, что мы можем с ним связаться, да, мы можем ему позвонить, узнать мнение. Он слышал о вашей книге? В среду у нас была презентация книжки в библиотеке имени Герцена, естественно, в библиотеке приходило, было очень много детей, школьников, ну, то есть больше 120 человек, и просто людей, которым это интересно, и наших сотрудников компании «Т-Плюс», и Даниил Львович как раз был на презентации, зарядился атмосферой, сам высказывал свое отношение, мнение к этой книжке, я думаю, что он с нами появится впечатлениями. Да, давайте мы сейчас попросим редакторов, звукорежиссеров, да, набрать Даниила Львовича, и мы спросим, да, его впечатления, ну, напрямую. Да. Ну, пока у нас идет дозвон, да, как приходила презентация, сколько человек присутствовало, кто был. Я сказал, что было больше 120 человек, не хватило всем сидящих мест в конференц-зале. Подключился у нас Даниил Львович? Да, кажется, подключился. Вот Даниил Львович сейчас поделится, наверное, впечатлениями. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день, здравствуйте, рад слышать. Даниил Львович, говорят, вы были на презентации новой книги, которая называется «Теплые сказки». Вот, хотели бы узнать ваше впечатление, считаете ли вы, что это издание важное, нужное, необходимое? Да, совершенно верно, коллеги, я был на презентации. Вы знаете, я хочу сказать, что подобных изданий у нас сейчас очень мало существует, и вот почему. Те, кто познакомится с этими сказками, с этой книгой, увидят, что она написана о разных вещах, о разных важных темах. Ведь мир сказок, он актуален всю жизнь человека, с самого детства. И чем больше детей будут читать сказки разные, сказки о разном, сказки о разных моралях, о разных ситуациях, тем лучше. И данный проект, он объединил очень много культур, очень много национальностей, очень много языкового разнообразия языков, тех самых национальностей. Собственно, там в книге, если вы посмотрите, много сказок написано на разных языках тех народов, тех народностей, которые проживают на территории Кировской области. И мне кажется, что это очень интересное, такое гибкое, правильное сочетание каждой народности, каждой культуры со своим своеобразием, но тем не менее объединяющий нас всех вместе, единые цели, единые задачи, задачи, связанные с правильными моментами, с правильными поступками, с правильными выводами, с правильной моралью, с добротой, с любовью к малой родине, с любовью к нашей стране в целом. Поэтому я считаю, что этот проект очень важен, очень интересен, и вот уже школьники тоже были на презентации, много детей, это тоже очень радовало, когда дети с книжками приходили. Очень интересная была концертная программа, мы посмотрели представителей разных культур, разных народностей, и с музыкальными номерами, и с прочтением некоторых фрагментов этой книги на различных языках. Поэтому думаю, что у этой книги есть очень большое будущее, правильное будущее, которое объединит многих и нас, читателей, и заинтересует очень интересными культурами, со взаимопроникновенным отношением к ним. — Благодарим, Данил, за такое очень благожелательное высказывание по поводу книги. Скажите, а может быть, это вообще, вот эта книга станет каким-то уникальным проектом именно Кировской области? И вот хотелось бы, чтобы как-то имели в виду, потому что Вятская губерния, Кировская область как многонациональная, и вот эти теплые сказки, мне кажется, могут стать каким-то вот неким началом какого-то очень интересного, уникального проекта. — Да, коллеги, я абсолютно согласен с вами. Мы, безусловно, верим, надеемся и всячески поддерживаем добрый путь этой книги, тем более, что авторы идеи презентовали возможность чтения этой книги совершенно бесплатно по QR-коду, да, наверное, вы тоже знаете об этом. И во всех учреждениях и образовании, и культуре, и библиотеках, безусловно, эта книга и соприкосновение с этой книгой, и с информацией об этой книге, безусловно, появится. Поэтому я очень надеюсь, что действительно она обретет своих читателей, а читатели, которые познакомятся со страницами этой книги, очень много интересного. Кто-то вспомнит, кто-то чего-то новое найдет, ну и так далее. — Спасибо. Благодарим вас за то, что нашли время связаться с нами. Спасибо за отзыв, за добрые слова. И благодарим вас. Мы переходим дальше к разговору с Олегом Прохоренко, пресс-секретарем кировского филиала компании «Т-Плюс». Дальше продолжаем разговор о проекте культурно-просветительном «Теплые сказки», напомню. И вот сказали, что по QR-коды, да? Данил Иванович сказал, что QR-коды. Мы сделали очень такой хитрый ход. Вообще в самой книжке есть QR-коды к каждой сказке. Ты наводишь смартфон и переходишь на страничку, где можешь послушать ее. То есть она оживает. — То есть если ребенку вдруг стало лень... — Читать можно послушать. — Да. Понятно, что книжка в наличии не у каждого может быть. Она есть в библиотеке. Для этого до библиотеки нужно дойти. А вот для того, чтобы люди могли послушать и какой-то кусочек прочитать уже этой книжки, мы через Министерство образования, через Министерство культуры разместили такие афишки с QR-кодами как раз в учреждениях образования, культуры. И тоже каждый, у кого заинтересует эта тема, а у кого-то действительно и много таких людей, у кого есть корни, может послушать. — Ну, мне кажется, уже все слушатели уже. Но когда вы уже что-нибудь нам прочитаете? — Да, прочитайте хотя бы одну сказочку. А мы вот как раз держим паузу, потому что у нас там скоро будет на связи Галина Дмитриевна Кайсина. Она — это библиотекарь Светозаревской библиотеки. Она не только библиотекарь, она вот как раз культурный просветитель, и она собирает и историю, и культуру, и традиции. И, я думаю, расскажет нам не только о самой этой книжке, но и плюс о том, как Светозарево пестует. Кто-то знает, что такое выльжук? — Нет. Я даже не могу отвлечься от самого названия. Светозарево. Это же реальное какое-то наше место. — Реальное название населенного пункта в Слободском районе. — Это что-то из вот этих волшебных сказок о богатыре или о чем там, о последней богатыре. Вот мне кажется, что это что-то-то оттуда. — И как раз Галина Кайсина должна нам кусочек... Ну, мы не специалисты, а она вот может профессионально прочитать кусочек бисермянской сказки. Гугама Аби в гостях у Букузё. Мы с ней договорились, что она эту сказку прочитает. Кусочек, не всю сказку, но мы потом её дорасскажем. — Мне подсказывают, что уже Галина Дмитриевна с нами на связи. — Прекрасно. Галина Дмитриевна. — Здравствуйте. — Добрый день, Галина Дмитриевна. — Здравствуйте. — Галина Дмитриевна, давайте... — Вы хотите знакомиться. Вы в прямом эфире. Культ похода радио Кировград. Здесь с нами в студии Олег Прохоренко. Наверное, вам знакомы. Говорим мы о тёплых сказках. И нам сказали, что вы можете нам прочитать одну из сказок и много интересного рассказать ещё дополнительно. — Ну, я, конечно, постараюсь вам рассказать о культуре удмуртов, о культуре бессермян, которые в дружбе проживали в нашей местности. И попытаюсь прочитать сказку бессермянскую. — Гугама Аби. И в гостях у Вукузю. Правильно? — Да. Гугама Аби в гостях у Вукузю. — Одна слушаем. — Улэм. Улэм злэм ойгышно мурт. Гугама Аби зэмзэ вираса. Ойгнал пукщемно чаклашке са пуке. Малы омеда гугаманым на киннау кэтмоне. Ойг. Кык нунал чаклашкаса. Кыне чинунал зэ. Лек яшкаса музэм берам аспоннат. — Вукузю кэномет акисалыш нані. — Чы твуис? Пукке коркас Аби ктэскуректыса. Олоку тэсэм косякулас куараклыщкис. Аби под кадора. Потис адитедло. Адзис тодмотэм бабам сылэ. — Ёршэ сгозыкаць тушэ скусь. Маным Аби мінням бугаманы. Вирасолы бабам. Аби нумрзэчаклашкытэк. Шэраз мэнис. — Ной уас. Катчытан муне ношкот. Бабам сылэшуэ. А чидэ тидуг муне? Вукузьо мон. Аби кыскас. Беруланя ажуланя мыноно. Кыскаменыскоркас кошке мес потис. — Галина Дмитриевна, а теперь о чём вы послушаете? — Самое главное, кто такая Гугамая Би? — Пока было похоже на медитацию, на очень приятную. — Язык красивый. — Язык красивый звучало, как медитация. Но о чём там шла речь? — Сказка, конечно, очень интересна. Даже я сама, когда читала эту сказку, для меня она была как откровение. Сказка, она интересна будет даже для взрослого читателя, потому что в ней заложен очень глубокий смысл. Потому что не всегда нужно высказывать свои желания. Они могут избыться, но не совсем так, как хочется. А в сказке повествуются о встрече бабки-повитухи с духом, хозяином воды, Вукузё. Женщине, которую зовут Гугамаби, пришлось принимать роды в подводном доме у жены Вукузё. Но щедрая награда, которую дал хозяин воды, на земле обернулась болотной тиной. — А всё потому, что она не послушала и один глаз намылила этим мылом в бане, когда была роженица. — Да, когда Вукузё не разрешил трогать это мыло. — Он предупреждал, что она может ослепнуть, и в конце концов сказка заканчивается не трагично, но действительно на один глаз бабки-повитуха ослепла. — Поучительно, наверное. — Поучительно, да. И для детей, и для взрослых. — И эта сказка была известна в вашей местности, да? Откуда она взялась? — Нет. Скорее всего, что эта сказка была записана в Удмуртске, потому что наши ветерняне, которые проживали в нашей местности, они уже ассимирировались, стали уже удмуртами. А вот сказка, она такая интересная. — Насколько интерес сохраняется к таким национальным вещам, к сказкам на национальном языке? — И вообще к праздникам? — К праздникам, да. Может быть, сохраняются какие-то традиции в деревне? — Ну, что я могу сказать? К праздникам, конечно, интерес сохраняется, но в основном уже у старшего поколения. Хотя вот наш национальный праздник в Ильджук уже известен и за пределами Кировской области. К нам приезжаются очень много гостей и из Кирова, и из области, и из Удмуртии. — А что за праздник? — Этот праздник у нас проходит в конце июля, в начале августа. Он посвящен сбору первого урожая. И на этом празднике он уже у нас проходит больше 10 лет. Бывают. И приезжают коллективы из разных мест, национальные коллективы. Ну и, конечно, мы стараемся показать свою культуру, культуру северных Удмуртов, проживающих исконно на нашей территории. — Кстати, Вильджук означает праздник первой каши. — Вот я хотела спросить, а есть ли какая-то кухня национальная? Может быть, вот у вас можно приехать ради того, чтобы попробовать какие-то пирожки какие-нибудь очень вкусные, например? Потому что как мы в Истабенске ездим за огурцами? — Да, национальное блюдо в семьях сохраняется, но чтобы что-то это показать, это нужно, чтобы было помещение, был что-то типа общепита. А так как у нас деревня не очень большая, то, ну, конечно, угостить мы можем. Мы можем для гостей приготовить и показать. Кстати, на празднике в Вильджук всегда бывает выставка, ярмарка вот таких вот блюд национальной кухни. Многие пробуют и бывают в восторге. — И всех бесплатно угощают кашей? Это я как завсегда-то этого праздника подтверждаю. — А вот этот праздник входит в... Ну, это, наверное, уже не вопрос к вам, это надо было, наверное, вопрос... — Деневу Дворцову? — Да, спрашивать, вот этот праздник входит в событийный ряд Кировской области? — Я не скажу, но мне почему-то подсказывает всё, что да. — Да, потому что очень интересно, да, у нас есть такая карта событийная, да, событийные мероприятия, какие там, куда входит Вятский Лапоть, как Сабанту и Стабинский Огурец. И вот хотелось бы, чтобы такие мероприятия тоже... Чтобы как раз у вас появилось желание или сохранялось желание вот хранить свои традиции, не забывать, в том числе вот и сказки, да, устное народное творчество. — Да, конечно, конечно. Сказки — это вообще замечательно, потому что сказки привлекают и детей, и молодёжь к изучению своей культуры, своего языка. — Угу. Вот. Так. И подсказывает Олег, что Галина хотела задать... — Да, давайте вопрос. Зададим радиослушателям и будем ждать звонков. — Ну, у нас осталось две минуты до рекламной паузы. — Тогда после рекламы. — Да, мы успеем, да. — А я бы хотел тоже, если можно, задать вопрос. Я, когда был школьником, я не знал, что, оказывается, до сих пор, несмотря на православие, сохраняется культура вот эта духов... — Языческая. — Языческая у Удмуртов и Тазаревских. До сих пор это есть? — Это к вам? — Да, да. — А что именно? — Да, есть. — В пример. — Ну, уже в настоящее время, как бы, вот этот вот языческий обряд, он не приветствует, его уже не проводят, но в памяти он сохранился. Это языческое жертвоприношение духу леса, духу инмару, верховному божеству. Это поклонение лесу, поклонение березе, когда приносятся жертвоприношения, скажем так. — Ну, какая-то еда, наверное, да? — Да-да-да. — Да, интересно. — Завязываются платочки. Я просто видел эту березу и был очень удивлен, что на самом деле... — Сохраняется, да. — Галина Дмитриевна, очень интересно с вами разговаривать. Чувствуется, что много, много бы, да, интересных фактов мы узнали. К сожалению, у нас сейчас рекламная пауза, да. — Рекламная пауза, не отключайтесь. Вопрос мы будем ждать. — После рекламной паузы будет розыгрыш призов. — Спасибо. — Спасибо.